всем доброго времени суток уважаемые зрители вот выпустил я недавно видео почитал ваши комментарии и там увидел много как бы сказать таких моментов что люди мне говорят что я очень мало выпускаю видео да это действительно так и связи как бы сказать с этими вопросами ко мне до решил быстренько тут запилить еще какое-то такое но в принципе в моем понимании бесполезное видео да но почему-то я решил что для многих зрителей ну скажем так кто именно занимается трофейной рыбалкой до независимости какую рыбу он ловит ну именно большую рыбу ловит потому что это на самом деле без разницы рыбе до какую приманку жрать вернее от вида рыбы будет это сом будет это щука будет это судак будет это там большой окун либо это будет какой-то лосось да там или еще какая-то какой-то эндемик проживающий в реке амур практика показывает что как правило берут все они на одни и же приманки вот и это видео как раз будет полезно всем прибыло рыболовам со всех регионов вот ну как вы видите на в камеру картинку до картинку то перед вами воблер и последнее время с нашими сегодняшними ценами становится актуальная актуальна эта проблема это цена воблеров плюс еще нарисовывают новые штрафы такие особенно касаемо штрафы сильно выросли лососевых пород рыб да то есть мы посчитали тут штрафы выросли прям вот в десятки раз вот вот прямо в десятки ни в одной стране мира такого не бывает когда тарифы штрафы на что-то повышаются прям в десятки а то еще и в 20 раз там то есть ну ну это просто кошмарные штрафы и средняя цена на лососевую рыбу штраф сейчас будет в районе 6000 рублей хотя у нас как бы не запрещено ее ловить но тем не менее эти штрафы есть у нас и так уже на дальнем востоке рыболовные магазины закрываются один за одним грубо говоря практически и в этом году и в прошлом там по-моему идет там тенденция закрытия этих рыболовных магазинов на дальнем востоке да и плюс еще такие штрафы которые просто будут убивать вот это вот ну рыболовная спиннинговое движение так из-за дорогих приманок это тут разговаривал недавно в магазине они говорят гриты штрафы сейчас за виды лососевых рыб такая еще и воблеры стоят там по 1000 с лишним один вобергает какое желание у людей будет вообще рыбачить то есть сделали они все только самое плохое ничего хорошего нам взамен не предложили я имею ввиду те люди которые принимают эти законы и самое что интересно именно вот эти штрафы лососевых породов рыб понятно что они не живут в реке волги там или еще где-то ты это как правило касается в большей степени то есть сибири там и дальнего востока особенно да а именно конкретно если уже так сказать это касается дальнего востока то есть здесь на дальнем востоке получаться мы всегда как-то вот ну нас всегда вот ущемляет раньше в свое время в царские времена здесь людям просто платили деньги за то что они просто есть в этих отдаленных регионах сейчас вот уже просто идет такая вот ситуация и я думаю если она дальше такая тенденция пойдет идет к тому что россия может потерять дальний восток это место хорошая кроме чего его займут другие кому это надо а желающих занять эту территорию очень очень много ну и ладно отвлекся я чуть-чуть и давайте поговорим про воблеры раньше я очень часто пользовался воблерами фирмы пропал сейчас это цена за тысячу с плюсом хорошие воблеры ловят проблем нет чтобы особо нечего сказать только сегодняшний ценник потом я как-то чуть-чуть от попробовал воблеры фирмы голди прошлом году еще их покупал по зиме были подешевле чем раппала тоже ловят хорошие воблеры нечего сказать и долгое время после подорожания вот это вот раппала которая еще буквально два раза кину я ловила и лопатка отлетела ну что его за эти деньги за 1200 там или за тысячу что покупать если он практически одноразовый я ушел на воблер и фирмы салма тоже хорошо работают были дешевые а сейчас их нет ни дешевых недорогих то есть как я понял люди и фирмы которые завозят их в россию они не то ли переживают не лучшие времена умирает либо просто прекратили работать с фирмой салма ну и к чему это все логический разговор свой длинный так что наберитесь терпения видео будет длинная ну и для кого-то очень интересно потому что я вставлю еще видео сюжете конечно там с поклевкой большой рыбы ну и как бы я долгое время попробовал все воблеры и тума продемонстрирую и в линейке и туманских воблеров я нашел вот такие вот воблер ки вот это deep runner и это у нас быть 110 вот так он видит выглядит в коробочке не распакованы вот эти воблеры и как-то я вот тут вот счел нужным что были коряги и заломы и жалко было топить воблеры и салма вские которые сейчас уже не купишь уже год гоняю за этими салма вскими воблерами и таких каких нужно не могу купить рапала это вообще дорого да и салма сейчас тоже не дешево если где-то какое то есть то в принципе не тумовские воблеры цена от 500 до 540 рублей то есть колеблется варьируется дай-ка молода с димой этой осенью попробуем их как они размеры их не такие впечатлительные большие от этого я раньше не обращал на них внимание я люблю воблеры существенно побольше размерами но тем не менее мы решили попробовать и результат был налицо ну чтож давайте посмотрим как это было ну и соответственно наверное мы сейчас ей включим в это видео как бы маленько там предыстории этой рыбалочки там лодка ракета дима купил лодку ракету за одну то есть в этом видео мы час и воблер их и посмотрим и чуть-чуть рыбалку и чуть-чуть лодку сделаю такой вот короче микс и думаю интересно будет смотреть и кому интересно не уходить от экранов давайте посмотрим безо всяких лишних слов безо всякого как бы сказать гнилого базара да как в действии происходит поклевки на данный воблер это опять димон это саня это саня короче вы не поверите сегодня 14 ноября ну в принципе как бы обыкновенная дата число в календаре для многих зрителей которые будут смотреть это видео наверное ничего не значит но для дальневосточников интересное это да потому что в это время почему-то даже лужи не замерзли уникальный такой случай мы с димой приехали тут шаговый доступность от хабаровска буквально тут 25 километров приехали нахватить и догнать упущенное время и затем закрыть сезон до хотим закрыть сезон мы приехали так скромненько на улице хороший плюс на диминой машины вы уже видели у димы бонга был с кунгом с таким часу димы мазда вот такая вот с кунгом там второй этаж поднимается вот многие просят снят пробыт вот она палаточка такая у нас у по 5 стоит печечка топится потому что расстелили чтоб все просохло что под ней а мы сейчас с димой перекусили с утреца вот у нас здесь все так вот выглядит топится печечка все просыхает все разложено все скромно и не с димой будем отправляться на воду дадим давай пошли дружище да все готово вот у нас тоже интересный момент у нас новая лодка ну как новая она уже чуть-чуть не новая это димина лодка он ее взял чуть-чуть был вот называется на ракета мы на этой лодочке уже ходили правда не было видео и тоже есть определенное ощущение лодок я в своей жизни много видел дима тоже много видел есть определенное ощущение которое связывают с этой лодкой да но она по шильдику рассчитана до 18 сил но эта лодка нам сразу же составила проблему чтоб накинуть мотор видите вот это вот то что вам сейчас показываю это реально вторая сидушка распиленная пополам и подложенная под мотор потому что как мы видим ранец то что мы такое вот у меня вот видите центральный палец и он почему-то толще чем вот этот транец да и соответственно когда выкручиваешь все барашки у мотора то их не хватает пришлось вторую сидушку попилить видите даже крепеж полип трос остался вот мы его подложили видите подпилили бензопилой сидушечку подложили и закрылась я не думаю что мотор suzuka какой-то такой выделяющийся и он это расстояние то струбцины механизма до какой-то большой я думаю на всех этих моторах я думаю на любых моторах свыше 9 9 лошадиных сил у всех по идее должна быть эта проблема которую мы сейчас нахватили с толщиной этого транса я понимаю что они делают такой транец лодка надо сказать так сэкономили тут на все реально по сути дела выжимали все как я понял чтобы его облегчить сэкономить и в то же время пытались сделать качественно потому что то видно почему видно что от клея мазали не просто вот так подшкалака как бы с излишком видите полоса клея да то есть все сделано с запасом чтобы этот тонкий транс проклеился очень качественно да видно что люди старались выжат из этого максимум что потому что нужно чтобы этот турки транс как-то держался понятно что теоретически видное моторы на которые рассчитана эта лодка сломать этот ранец не могут, но гуляет он очень сильно. Вот видите, даже рукой колыхает, смотрите. Гуляет где-то вот в примыкании. Да, и чтобы его не вырвало, клеили видно от души. Вот. Но в любом случае сделаю заключение, что лодка легкая, все сделано, сэкономлено, ну и сделано с качеством, да, как бы. Мне она нравится. Диме нравится, да. Ну, я бы не сказал, свое мнение такое, что мне нравится. Лодочка получилась вертлявая, я бы не сказал, что эта лодка реальная для горных рек. Однозначно нет, надо сказать. Нет, она пойдет для таких рек, но нужно какое-то мастерство. Да, опыль, скажем так. Да, и пьяных ошибок каких-то вот этих резких дерганий она, конечно, не простит. А плавненько, как мы с тобой сядем, выйдем, да? Давай мы не будем садиться, чтобы потом не выходить. У каждого своя лодка. Стоит не сделать того, что ты делаешь всегда, и оно не происходит, и кажется, не произойдет никогда, блядь. Вот если его не сделать, вот оно, сука, по-любому и нахватится, Дима. Дима взял эту лодочку слегка БУ. Видим, что много дырок. Хотя мы увидим, дно накачали с Димой очень-очень сильно, запредельно, скажем так, да? Все равно оно мягкое. Смотрите, даже рукой прожимается. Это говорит о том, что особо никаких конструктивных особенностей по жесткости дна не предпринято в этой разработке, в отличие от других подобных лодок с ND&L. Вот. Но видно, что склеено качественно, ПВХ качественно, все облегчено, лодка очень вертлявая. Однозначно не для горных рек и не для больших речек. Но вертлявая она за счет плоского дна. Да, легкости плоского дна, да. Джутовый мешок для взвешивания. Для взвешивания, да. Отлично, кидаю. Давай. На улице уже снег лежит. Все дела. 7 ноября в Валенков. Да. Стоишь 30 градусов мороза. Вот. Воспоминания такие мои. Да буквально вот мы как-то, может быть, лет 10 назад. Холодина такая была. Мы ездили куда-то тоже на машине. Снег везде лежал. Смой ноября был. Смотри-ка ты чего, да. Красота. Уникальная тема, да. Вообще. Полетели на рак, а еще не прогрелся. Еще не прогрелся. Запах не сгоревшего топлива сразу, да? Погатит, да, наверное. Вот подъехали мы с Димоном до красивого места. Мы, конечно, тут в трех местах остановились, покидали. Что-то они одной поклевки пока еще не видали, да? Да, да, да. Тут уже снежок такой везде лежит у матники. Чистая вода. Ну, я думаю, надо попытаться что-нибудь. Здесь-то смотри, какое место силы. Да. Хорошо, конечно, приятно, неожиданно находиться на природе в это время года. Зимой тоже, да. Но я что-то зимой это не практикую. Вернее, не любитель практиковать. А ну-ка мы накинем, что у нас тут есть. У нас есть Итума Дипрунер 600F. Во. Сейчас мы его тут и накинем. Здесь он стабильно выбегает. Дежурный таймень. Дежурный таймень. Слышь, сегодня, походу, во всех трех местах, где он стабильно выбегал, никто не выбежал. Ну, вот это-то, смотри. Какое место. То есть он тут должен быть дежурный по жизни, да? Ага. О! А что, проточка пересохла, да? Что-то странная какая-то, мутноватая вода, да, здесь. В реке чисто, а здесь мутноватая. Рыба что ли гоняет? Сейчас мы все проверим. Сейчас мы все сравним. А вот так, expandиваем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он смотал у меня очень много Дима, это очень большой таймень Я бы, если бы тройники не разогнул Я вот так удерживал сильно А у дипрунера Тройники штатные Лодку, пожалуйста, Dima Лодку подтаскивай туда Может быть, за ним еще ехать придется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А не, нормально, нормально Да Пока нормально Ха, камера-то пишет Смотри, я его даже Такое ощущение, как бы я его еще нахуй Не забог бы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А катушка забыла, блядь Хуя, там сколько веса-то, блядь Я крайний раз, нахуй, такие напряги Уже лет пять, нахуй, не чувствовал Дима Я тебе скажу Хотя бы посмотреть на него И можно отпускать Хоть покажись для зрителей Если батарейки хватит на вываживание Уважаемые зрители Если бы хватило бы Еще батарейки бы, да? На вываживание этого Таймешки Вот ты что-то сказал Место силы Место силы? Ого, лопата Это ленок Да нет Ха-ха, что-то у меня Ты еще скажешь, что-то хатает Да нет, он боком идет Все, нет, прям вошел Ну, в принципе Пята, рыбалка Это вообще совсем другая история Вы понимаете, да? Ну и давайте хотя бы Ближе расскажем Посмотрим про эти воблера Видим, что тут у нас Типичный крэнг Такой форма Тянется ближе к шеду Но он не шед и И не чисто выраженный крэнг Это дип рунер То есть Рун как бы Бегущий, да? В переводе Дип как бы Глубокоудный, да? Углубляющийся Вот Они есть и До шести метров заглубления Они есть И до восьми метров заглубления Эти дип рунеры Вес данных Дип рунеров Мы сейчас с вами посмотрим Чтобы все было на лицо Но вот это именно У меня шестиметровик Я почему-то Восьмиметровиков не прикупил Двадцать семь Двадцать семь Ну и байка Сто десятых Двадцать два Все точно как в аптеке Практически их не заявленные веса совпадают Но по факту Что могу сказать На Вот Так что сильно бояться Не надо Что он там О шесть метров уроется За счет своей Уважаемой Длинной лопаты Вот этой вот Да? А длинная лопата Скажем так Превышает больше половины Его тела Он идет Ударяется От препятствия И отскакивает от него И не цепляется Потому что длинная лопата Особенно когда проводка идет Против течения Он упирается лопатой Вы делаете слабину Он вносится И пошел Потому что воблер Данный плавающий В плавающем варианте Вот Пробовал ими троллинговать Пробовал его И в заброс кидать Вес его мы видели Двадцать семь грамм Внутри такие мощные шары И вот тут надо отметить Что выброс у него Дальность заброса Это пушка Это пуля Это такая Преактивная пуля Даже Я кидал Андеспедантом Который с тестом От двадцати до Семидесяти грамм Да там Вот Я скажу Что он По сути дела Двадцать семь грамм Это граница теста Нижняя Да Грубо говоря Шнур у меня Ноль четыре По русской классификации Вылет в районе Сорока Пятидесяти метров С таким толстым шнуром То есть уходит Вообще Я думаю Спокойно Все кто им рыбачил Все кому я давал Пробовать кидать Да Вот Когда я начал Пробовать им и ловить Все просто удивлялись Вылет просто феноменальный Так же как и у самбы Самбы кстати тоже летит Ого-го То есть Отличный вылет Вообще Зацепить его Очень-очень трудно И что Одно хочу отметить Реально по факту На шесть метров Он Не погружается Да Только может быть При дроллинге Он там может быть Приближается Там к пяти метрам Да Но обычная Средняя проводка Это его в районе Четырех метров Ну это мое такое ощущение Потому что я знаю глубины В данной реке Да Я просто пробиваю Смотрю И знаю Ну восьми метров Там Ну елки-палки Ну не может быть Да Как бы Я его затягиваю Там троллингом Или кидаю И одна не достаю Я понимаю Что Там на шесть Или на восемь метров Вернее на шесть метров Он не ныряет Да Вернее там шести метров Нет Это у меня Шестиметровая Восьмиметровых У меня нет Маркировка Шестьсот Это говорит шесть метров Маркировка Восемьсот Он еще чуть-чуть Побольше Да Это уже восемь метров Они на свои заявленные Глубины Не ныряют В данном случае Для меня Это и плюс На Дальнем Востоке Для применения Горных рек Ну кто будет применять На Амуре Там Или там На Волге Где эти глубины Актуальны Может быть Им будет Чуть-чуть Не хватать Вот По Бэту Сто десятому Тоже Хороший Замечательный Заброс Очень тоже Хорошо Они держат струю Что и дипунер Что и быт Не сбивается На струи На горной реке А это самое главное Не заваливаются Тоже очень хорошо Привлекает Крупную Рыбу Именно в данный момент Я ловил на них Тайменей Вот И я был приятно Удивлен Что на такие Небольшие размеры Клюют Большие Тайменей Ну в принципе Да Это как бы Не мой стереотип Да и бывает Моменты Когда он там И большую Тайменю Жаливает Что-то такое Там Чуть ли не с ног Такое бывает Но Это обычно Влияет От реки Да На каждой реке По разному Да получается И вообще Как бы Общая статистика В моей жизни Немного поймана Крупных Тайменей Да На какие-то Прям маленькие Приманки Обычно Он любит Что-то побольше Ну вот это Видно Такое Небольшое Немаленькое Золотая Середина Отличные Характеристики Замечательное Качество Да Стройники Чуть-чуть Даже Под разогнулись Да Как бы Но все равно Как бы Это Они Не сливают Да Крупную рыбу Все в штатном режиме Все очень хорошо Хорошая фурнитура Работает Цена От 500 до 540 рублей Варьируется И Я хочу сказать Их Свободно Можно купить И на сегодняшний день Для трофейной рыбалки При сегодняшних Экономических Условиях Уважаемые Зрители Это Наверное Все-таки Лучший Вариант Потому что Что-то Более Четкого Качественного В таких Размерах С таким Качеством Дешевле Наверное Найти Невозможно Я по крайней мере Не знаю Если бы Знал бы То ловил бы Вот Под видео Напишите Пожалуйста Поделитесь Кто-то знает Может быть Воблеры Качественнее Которые Лучше Работают И дешевле Обязательно Приму К сведению И Тоже Прикуплю Себе Для пробы Ну вот Получилось Такое Вот Видео Уважаемые Зрители Еще раз Всех Зрителей Поздравляю С наступающими Праздниками Желаю Вам Всего Всего Самого Наилучшего Ну Что могу Сказать В конце До свидания До новых Встреч Субтитры Субтитры